итак ребятки пока пока вот там бодался с монстрами у нас тут я так понял завязалась завязалась уже межклановое недоразумение так наши врагу и таки жаждут войны наш клан готов к бою так давайте посмотрим ничего себе да их военные базы повсюду так числа так ограничено поэтому нам понадобится помощь клана чтобы разбить всех поглянись вокруг вождь а потом займемся нашими военными делами так сколько 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 где 10 10 точек так день подготовки мы жертвуем войска и проводим разведку деревне противника а в день боя нападаем трофеи за трофеи и щиты не имеет значения важно лишь победа так коснись кнопки информации что узнать больше клан рассчитывает на тебя офигеть а у меня там кнопка записи как не туда коснуться и так наш обзор выигрывая сражение вы увеличиваете бонус но если ваш код проигрывает войну то потеряете большую часть добычи в случае ничьей выиграть тот клан у которого будет больше разрушений в личных атаках так день 2 подготовки каждый может напасть дважды рассчитывается только засчитывается только лучшая атака поэтому стратегия очень важна война кланов не повлияет на ваш щит или трофеи и результат войны в конце войны бонусную добычу доставят вашу сокровищность а еще победа войне принесет много опыта клана также некоторое время будут доступны результаты и повторы загляните в журнал ход войны чтобы да 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 это мы все знаем у нас идет день подготовки на данный момент так ну как то у нас там рекс у нас 1 дрон строит отклоняем по это по рейтингу ребята по силе расположены на вот недавно переехал в это поселение он еще не нажил не нажил себе имущество он приходится на восьмом месте так у меня есть воздушные шарики кто-то мне подкинул воздушных шариков ну чёшь в общем будем в этом всем делом разбираться наши старейши старейшины ведут в курс дела идет день подготовки мы воюем с лорд оф лав ну однозначно лорда в любви нужно наказывать давайте взглянем кто у нас здесь рекс у нас здесь самый продвинутый вояка давайте немножко пошпионим и здесь много всего чего я даже еще не знаем так видим герой 6 уровня купа воздушек в общем то это наш самый главный мускул в этой атаке так в то время у нас у противников не знаю кто у нас не уж то ли там все голубых кровей лорды любви вот такой у нас не знаю какой-то араб араб или неизвестно кто имеет нас базу вот такого вот уровня о а можно так прокладывать да вот первый второй враг наш третий четвертый пятый так в общем первых четыре имеют самую большую защиту пятый уже попроще как и шестой так первых 6 7 8 9 10 в общем то совсем новички и вообще у них ничего нет короче так что у нас так давайте глянем так домой домой идем домой заглянем к андрюхи посмотрим что у нас есть так такая у нас оборона 3 3 мститель ада так руслан привет так блэйд 4 5 лорд данил так глюк да с названием у нас были разногласия так повелитель стихий вот это мать мать моя пока что нищенская база я вот все еще там чуть-чуть осталось буду качаться на на пятый уровень и так 2 2 андрюхина поселение и и денис и денис у нас тоже на начальном этапе на третьем уровне вот такой у нас был крат кратенький обзор предстоящих войн так в общем возвращаемся на нашу базу как видите меня сто шесть тысяч для прокачки нужно сто пятьдесят тысяч но я прилично у короче общем ударился в прокачку этих шахт 7 7 7 и 7 будет 8 уже скоро уровень так эликсиром проблем никаких нет у меня его всегда что-то в избытке хотя построил но я четыре штуки построил особо не прокачивал до до пятого уровня сейчас нужно будет пообщаться со старейшинами сделать корректировку в стратегии развития войск а тем временем война война грядет и так мы что-то уже улучшилось так на уровень 4 это 2 2 лагеря уровня 4 а этот у нас уже будет уровня 5 так давайте соберем бабло хватит ли и да нам хватает на улучшение ратуши так он перезаряжаем все ловушки ратуша улучшить это займет целых два дня ну что делать пусть идет так собираем наши эликсиры как видим покупки могилок на нас кто-то нападал так и кто-то просит подкрепление мы не жадничаем мы даем подкрепление так и вот у нас была такая штукенция за время нашего отсутствия наша защита выставила фернандо нас атаковал давайте глянем повтор что же фернандо пытался сделать где слабая силе сильная сторона нашей пока что незаконченной обороны так фернандо атаковал лучницами в основном так фернандо решил по кругу пробежать так пушечку мою мою снесли 36 там было по миску в 40 процентов так меня украли уже 8000 золота и 3000 эликсира но в общем то на этом они захлебнулись но такое дело возвращаемся домой пока у нас там всем ходом идет подготовка к войне так тут ко мне забегал один незваный гость в общем то их он отберет я думаю стоит наведаться к нему есть такая чудесная кнопка отомстить так как мы видим к нему пытались зайти слева и там вот много много могилок много могилок вот нам тоже нужно как-то как-то так попытаться пройти так что там он войск маловато маловато войск это с одного лагеря что ли и 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 да вроде как вроде как снесли все вышка осталось все разобрали победа зонами вот этих звуков металлов уже дело дело времени пока мы все подкрепление не пригорелось как посмотреть примерно моего а да если климами давай осталось нужно все в любом месте подчистки Лос Меджорес Я бы еще и надгробие отсюда вынес Да Победа Победа за нами У нас новое достижение Вымогатель золота Плюс 500 опыта И эликсирная авантюра туда же И отправляем поделиться ходом нашего сражения Еще этим же самым мы получили повышение То есть вошли в бронзовую лигу 3 На давайте на кого нибудь Нападем Давайте Одиночку Тоже надо проходить Уууу Прям Ну и ждем Куда вы пошли ребятки? В обходу Молодцы Великолепно Тут мы немножко на копеечку какую-то разживемся Здоровейки все порешали Не надо Немножко перестарался с войсками Ух они валят Земля трясется Справились Итак У нас день сражений Мы пока ведем 16 звезд И Вот наша рекомендованная цель Давайте заглянем Что у нас здесь есть Потом посмотрим Что у нас там было И в принципе можно спокойно себе Так побудите Что вы готовы? Да Думаю Мы вполне себе готовы Ну в общем-то И все Вот сейчас-то быстренько со всеми разберемся И заработаем Оуу Там поддержка клана Кошла Ну это его не спасет Эй Ребятки Вы может бы Развернулись? Или как? Неупорно Дубасит Так Ну наконец-то Наши варвары Проснулись И замочили Этих лучников В общем-то Разобрались Награда Думаю Была небольшая Уровень противника Слабый И у нас выжило Довольно-таки Много войск Да Еще Добейте Костер 94 И Да У нас 2 минуты Чтобы Разбить Последнее здание Это Крепость клана Давайте Ребятки Великаны Великолепно В общем-то На 100% Мы все Выполнили Но заработали Правда Фигню Но бонус за победу 19000 19000 19000 Эликсир И 19000 Монеток Итого Итого мы Улучшаем Наш рейтинг До 19000 Звездочек Так Я вижу Здесь Тоже Наши ребята Уже Поработали Так Ну Нам же Интересно И будет Посмотреть Как прошли Бои За Первое Второе Место Итак Ребятки Давайте Будем Смотреть Как Как Бодался Рекс Первым Самым Сильным Нашим Противником На Две Звездочки Давайте Давайте Это Все Дело Посмотрим Так Ускорим Это Двухкратно Так Напал Напал С нижнего Угла Тут Просто Жесточайшее Сражение Будет Давайте Пошли В бой Шарики Выбежал Отпад Крепление Чуть Помедленнее И В общем Тут Все Идет Довольно Так Успешно До 50% Так Доступность Добычи Уже Украдено Больше Половины Доступных Ресурсов Всякие Здесь Маги Маги На крутой Стоят Золотая Пушечка Там Маги магина вообще-то с луками с луками но мне их нет вот такой вот у нас счет в сражении сам самого главного сражения у нас давайте посмотрим как у нас андрюха справлялся 74 процента и давайте же посмотрим по автору так андрюха насторожался зиба джо зиба джонс 75 но нифига себе супер ударчик то был молниеносными здесь герой всего лишь третьего уровня пошли драконы драконы должны сносить в первую очередь наземные пушки но прицелится довольно неплохо так там у нас стреляют лучницы до лучницы и противовоздушная обороны противника имеется драконов достаточно много они должны первую линию обороны разрулить пошел герой герой 5 уровня но ему нужно еще пробить себе стену стене проход так или же том числа с планка точнее с тыла тоже зашел еще один дракон остаётся две минуты и успехи довольно хороши буквально чуть-чуть мне кажется не хватает чтобы полностью здесь победить итак герой сражение титанов главный бой герой контужен и герой вот это контузия это считаю что поверну получена добыча 21000 добычи еще оба стоят оба оба героя и истратили свои силы и нас остается минута минуточка чтобы еще немножко завоевать так 30 и сюда казну казну накрыли но эликсир эликсир много эликсира у них осталось и черный эликсир остался так по золоту все ну а здесь руковая пушка на нашего дракончика долбет но в общем большую часть собрали 45000 золото и 34000 эликсира так а тем временем смотрим смотрим что произошло на как на нас напали ух ты смотрите сколько у него в ух уж кто на меня напал это какой уровень так смотрим зиб зиба джон 75 на меня напал ну это понятное дело судя по что по его войскам короче он справится без проблем ему даже не стоит выбирать по-моему пятую часть своих войск чтобы с этим справиться прилетел на меня бедненького четвертого уровня дракон прилетел и прилично так все грабанул ну здесь ничего страшного нет они атаковали противников не по силам мы же старались распределиться зеркально поначалу по своему уровню так давайте по как там валентин 610 наш наш сражался так он сразу что у нас против сад джои но это у нас не клановая война клановая битва точнее как не вижу на карте отображаться первых десять участников так драконы и шарики шарики едят тоже уже устроить у него сбрасывают бомбочки у пошла какая-то мухи мухи пошли на микро какие-то горгуль и на горгуль и на просто на роде мухи нас ожидает полнейшая победа и пошел герой пошел герой разминаться правда ему ничего не осталось немножко эликсира и все я так смотрю потерь потерь было совсем немного масса решает так давайте вернемся вернемся на карту да на карте настолько 10 10 обображается и у нас пока что перевес 19 6 но это еще зависит от времени суток кто когда будет драться опыт клана 70 из 30 и заработана и бонус за победу это мы уже все видели так давайте посмотрим как же у нас там справлялся глюк на две звездочки смотрим повтор так это у нас какая-то кровяк под боем так побежали клановое подкрепление побежала выманивает это чтобы оценить наверно какое подкрепление есть у противника потом можно с ним сражаться так вызвали магами магами он истребил подкрепление так пошел супер удар так пока что называю и пошли драконы зелененькие драконы так вот доступно так есть еще эликсир 2 снадобья 3 мага и 3 лучшие в общем-то основная сила в драконах давайте ускорим этот процесс герой здесь нет да ну и в общем-то все уже практически получено немножко эликсира осталось промерище раздолбить и вышечку еще осталось даже до сих пор держалась одна последняя вышечка так но еще потом крепость плана убиваются почему-то обычно последний да ну буквально буквально не хватило одного дракончика чтобы чтобы получить полную победу так повелитель стихий смотрим на повелитель стихий он отработал на отлично на все сто процентов ну да дракончиками здесь проблем не составило миньончик он же муха и он же горгуйя такую пушечку ну так в общем-то никаких проблем не вызвал этот бой повелитель стихий всех разрушил ну как мы видим из нашего клана пострадали только пострадал я на восьмом месте и пострадал Денис и Дениса как мы видим атаковал номер шестой номер десятый атаковал номер шестой а номер восьмой меня по силе в клане атаковал их не номер второй как бы ну как бы очень очень глупо не знаю не хочу выбрать выбирает себе противников абсолютно не по силам там же никакой с наживы в общем-то и нет на таких слабеньких для себя противниках в общем-то я зашел ректировал свою армию сейчас убрал в общем-то пехоту слабить ну с легкую поставил поставил великанов и остача сейчас достраивается достраивается в общем-то количество забьется воздушными войсками потом пойдем кого-нибудь кого-нибудь побьем кого-нибудь побьем в принципе пока у нас там строятся кораблики воздушные можно зайти и попытаться подраться сети допустим нажмем подбор и нам предлагает такого вот соперничка но принципе вполне себе вполне себе неплохо ну войск мало ну так просто потрепать полетели ущерб 4 процента лучницы лучницы бьют моего шарика у меня всего их два было это не беда лучники универсальный юнит а сейчас мы его снесем правильно шарик летит туда куда надо сдулся шарик но и завалил все что нужно было 16 процентов уж убрали принципе все еще дальше дальше безнаказанно сможем всех наказать и доступная добыча 16000 да и мы пошли ее получать просто оставшиеся добыча мы все заберем с собой и заодно корректируем откорректируем наши риска ну ребят начало разбежались как не знаю кто дружника взяли одно здание другое третье а мы между большим атакуем губах ати games человек позовут шахтный вадж алам наверное какой-то индус из google индусов написали так ну сейчас немножко ждем уже пока не тут закончат уложится в нужное время вот так неумолимо убегает 5 секунд осталось мы практически все забрали то есть улову там осталось шесть тысяч того и восемь тысяч того ну да не успеваем немножко добить до конца все добьем еще пару скважины и хранилища еще шахту крепость не добили и золотишко не добьем сейчас добили золотишко то есть одна шахта осталась но немножко не успели но подкрепление клановое я выбрать не стал 80 процентов довольно таки неплохо возвращаемся домой так звездный бонус получен звездный бонус военная добыча доставлена сокровочницу это прекрасно и так наш номер два в команде андрюха провел атаку на вторую свою после того как уже сразился с равным себе на номер опять мэй джон 75 по-моему это это он атаковал меня ну-ка давайте проверим так кто-то меня атаковал да не мне атаковал зиба джон это не в какой-то команде что ли находится непонятно и давайте же посмотрим как это все дело происходило атака будут с левого фланга бомбами сносим золотую стену и быстро вынесла пушка не запускаем туда великан да здесь кстати все три пушки рядом снова направляем наши бомбистов снести еще одну стену галбится к мартире точнее такие великаны да быстро сделали свою работу но вышло плановое подкрепление вели четырех великанов так там на начинают атаковать маги наши маги легко расправляются с постройками атака у них сильная и сейчас будет тыл тыл заходить великаном вражеским и прилетел у нас он белочек он белочек правда долго не кражет так не смотрим сколько в минуту времени осталось конечно же все все не вынести вторая мортира и третья мортира здесь но великаны держатся очень сильно держатся великаны молодцы и там сзади понемножку разбирается еще и маги так пошел 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 5 уровня герой пошел ну-ка поздновато мне выпустил его андрюха но основная часть уже украдена 18000 желто 26000 эликсира и даже немного черного эликсира тоже ну практически все снесено 90 процентов 15 секунд умножка на татарь даже бою сaczego успел 8 секунд но одно хранилище уцелело 99 процентов один 100 процентов хуууууууу на последней секунде успел но это было было прикольно Бой состоялся хорошо Так, да, мы находимся на карте сражений У меня есть еще один ход Неиспользованный Но, как получается, здесь соперники очень слабые В начале 10, 9, 8, на котором уровне есть 7 Очень противники слабые А вот 6 уже, ну, на голову сильнее меня То есть, получается, интересно во мне некого атаковать С 6 справиться не могу А с 7 нечего справляться Там просто ничего нет практически И такие, в общем-то, итоги Итоги нашей первой клановой войны Так, в общем Лорды любви не захотели с нами воеваться По-другому не захотели с нами е-атца Простите за нецензурное выражение Ну, кто ж называет так клан свой И так, в общем-то, 27,6 такова победа В общем-то, это за 10 на карте То есть, мы не собрали 3 звездочки То есть, 3 человека по 1 звездочке не добрали Из 10 Так, давайте Просмотр карты И посмотрим Да, вот, первая, вторая И четвертая Набрали по 2 звезды Остальные все По 3 звезды Так, кого у нас бомбанули на 3 звезды 10 8 меня На 3 звезды И все И все Ну да, 6 звезд у них Они всего лишь двоих Вот такие у нас результаты Так, ну что, давайте вернемся домой У меня Что у меня идут Собираем ресурсики 3 часа Улучшает до 4 уровня лагерь Что было больше воинов Ну, еще 10 часов То бишь, завтра уже будет 5 уровень ратуши Что не Ой, ой Вернись обратно Что не может не радовать Также прокачал уже, как видите, 2 стеночки До бетонного уровня Ну и собираем Собираем кристаллики 500 штук Чтобы еще одного рабочего добавить Просто катастрофически Этого всего дела Не хватает Да, ну и бонус военной добычи Нам дали Основную часть я уже забрал Там было, что, вроде, чуть ли не под 100 тысяч Того и того Ну, это так Бонус По 19 тысяч Ну, в общем-то, тоже пригодится Когда будет Зачем Мы его соберем Чтобы у нас его не украли раньше времени Бывает и такое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok